Депутаты Гордумы 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 которая опять всплыла на поверхность, хотя вот еще в недавнее время они как-то так слегка подзабыли, хотя уже ведь вводили. Ну и для начала мы спрашиваем наших телезрителей на нашем сайте, задаем простой вопрос, результаты обязательно озвучим в конце нашего обсуждения. Поможет ли комендантский час, на ваш взгляд, снизить подростковую преступность? Как всегда, варианты ответов. Да, в городе будет спокойнее. Нет, преступникам априори плевать на законы и ограничения. И третий вариант. За малолетними хулиганами должны следить прежде всего родители. Напомню, на нашем сайте екбург.тв можно оставлять ваши голоса, можно в течение обсуждения связываться с нами по скайпу. Екбург, нижнее подчеркивание, ТВ. Или просто дозванивайтесь по телефону 376-4588, если тема для вас актуальна, если в вашей семье есть дети, подростки. Ну и, пожалуй, начнем мы с представителя правоохранительных органов. Лилия Александровна, сразу к вам вопрос. Закон о недопущении нахождения детей там, где им могут, в первую очередь, причинить вред здоровью, развитию, принят в нашей области, по-моему, 5 лет назад уже. 5 лет назад. Он какой-то эффект дал? Почему понадобилось опять сегодня поднимать эту тему? Ну, надо сказать, что закон, наверное, работать стал не сразу, пока у нас в России так заведено, что пока нет ответственности. Все, что не запрещено, то разрешено. Он больше сначала носил декларативный характер, он определил перечень мест, в которых несовершенно этим запрещено находиться. Но ответственности никакой не предусматривал. Вот уже в 2010 году были первые изменения внесены в областной закон об административных правонарушениях, и появилась ответственность. Для родителей? Как для родителей, так и для должностных лиц, юридических лиц, то есть владельцев тех заведений, в которые о приводе несовершеннолетние не должны попадать. Ну, вот, кстати, я могу ошибаться, но я не припомню ни одного случая, ну, скажем, да, чтобы какая-то в СМИ проходила информация о том, что была там задержана группа подростков, или что родители привлечены к ответственности, потому что несовершеннолетние где-то там в 11, 12 или ночью находились на улице, неважно, хулиганили или не хулиганили, но так или иначе, без присмотра взрослых находились. Были такие ситуации, когда привлекались к ответственности? Нет, безусловно. Эта работа проводится наступательно в течение вот этих всех 4-5 лет, как принят закон. Сотрудники полиции, особенно комплексные силы полиции, которые несут службу в общественных местах, на улицах, а также проводили рейды именно подразделения по делам несовершеннолетних, в том числе вот с участием родительского комитета, и выявляли, конечно, несовершеннолетних, которые находились в ночное время и в общественных местах, и в заведениях. В этом году, только в этом году полторы тысячи родителей, даже более того, привлечены к административной ответственности. Только в этом году? Да, только в этом году. Надо об этом, мне кажется, почаще рассказывать представителям СМИ, чтобы родители, которые читают это в интернете, в газетах, видят по телевидению, чтобы они понимали, что ответственность наступит, что она неотвратима. Потому что, опять же, несмотря на то, что закон действует, и на то, что штрафы выписываются, родители наказываются, тем не менее, преступность подростковая выросла. Вот согласно статистике, в этом году, в 2014-м, рост составил 24%. Это действительно так? Совершенно верно. Ну, наверное, хочу оговориться, количество преступников несовершеннолетних, малолетних больше не стало. То есть их даже несколько уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Просто пошла такая тенденция, что одни и те же подростки совершают ряд и серии преступлений. То есть такой рецидив среди подрастающего. Можно так сказать, да. А с чем связано? Я не знаю. Вот большинство взрослых, если один раз оштрафовать или привлечь к ответственности, но они в следующий раз уже как-то стараются быть осмотрительней. На подростков эта мера нет, не влияет? Ну, с несовершеннолетним не всё так просто. То есть мы говорим о том, что если это речь идёт об административной ответственности, то эта ответственность с 16 лет наступает. То есть до 16 ответственности административной для них не может наступить. За ряд преступлений также административная ответственность наступает с 16 лет. Ну, за тяжкие, особые тяжкие с 14. А что касается детей до этого возраста, потому что мелкие кражи, какие-то такие мошеннические действия, небольшие там толкнул-упал, это и в раннем возрасте, и в младших классах случается, то такие дети у нас ставятся на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, и для них предусмотрена вот именно контроль со стороны органов внутренних дел, контроль со стороны субъектов системы профилактики, там и комиссии по делам несовершеннолетних подключаются, и психологи, и службы занятости, и службы молодёжной политики спорта, для того, чтобы организовать досуг, и свободное время этих подростков. Но ещё есть такая мера ответственности, как направление их специальные учебные заведения закрытого типа. То есть если добровольно мы не хотим учиться, получать образование и организовать свой досуг, то мы можем это делать принудительно. Так, вот об этом чуть позже. Вопрос к Валерию Шабхатовичу. Скажите, а вам не кажется, что вот эта мера, о которой мы говорим, да, закон, вот это подписанное соглашение между МВД и правительством Санкт-Петербургской области, немножечко не по адресу? Потому что родители, которые беспокоятся о своих детях, ну даже мы не говорим там о себе, да, об ответственности, о своих детях, об их безопасности, они и без этого, в общем-то, их контролируют, постоянно с ними на связи, следя за тем, чтобы они там к десяти, к девяти вечера были дома, однозначно, независимо от возраста. А те семьи, которых, в общем-то, где родителям по барабану, где болтаются их дети, они не заметят, в общем-то, что такой закон существует, что он принят. Почему как раз та категория родителей, которые, как бы, немножко безответственно относятся, их по закону могут вызвать. Не то, что обязательно, грамм административное наказание, хотя бы проводить какие-то беседы, хотя бы вызов забрать ребёнка уже напрягает родителя. Ему надо идти, объяснять, да. Там можно посмотреть на внешний вид, как он пришёл, что за родитель, в каком он состоянии. Тоже можно же психологический портрет какой-то вывести. То есть, этот закон как раз именно больше, я так думаю, нацелен на те семьи, которые, как бы, не сильно хорошо, ну, как бы, следят за своими детьми. И их немножко нужно всё время мотивировать. Вот такими мерами тоже. И считаю, всё правильно. Мотивировать? Ну, хорошо. А не кажется вам тогда, как председателю Екатеринбургского городского родительского комитета, что если за дело берётся полиция, да, если речь идёт вот о принятии такого закона, когда за безопасностью, мы же говорим в первую очередь о безопасности, Лилия Александровна, когда за безопасностью начинают следить представители полиции, правоохранительных органов, а не родители, а не родители, и что это, ну, не знаю, кризис в семье, не знаю, кризис в каком-то устрое. Да нет, здесь надо разделить же. Полиция следит за безопасностью на улице, внешняя среда. Правильно? Ну, вот, идёт подросток там уже время ночное или на неположенном месте. Сразу внимание. Можно, во-первых, здесь что хорошо, можно подойти и спросить, что делаешь, куда идёшь, где, да, что. Спросить возраст. И если что-то такое не понравилось, ведь им можно вызвать родителей. То есть полиция следит за внешне, а уже внутренней, внутренняя система. И с родителями можно и побеседовать. Вот это вот, как бы, момент такой очень важный, что сразу несколько опасных штучек. Погодите, если ребёнок посреди ночи болтается где-то по улице, это разве не говорит уже о проблемах в семье, о проблемах там во взаимоотношениях среди... Да сейчас, это уже не проблема, это уже сейчас бытовая, как бы... Ну, это раньше как-то... Средовая ситуация. Да, это уже бытовая ситуация, что если подросток находится на улице, там, или он уже 16 лет, он, в принципе, как бы ведёт себя сам, как хочет. Потому что... Считаете, а взрослых? Сейчас сама среда наша социальная такая, что в основном семьи, где там одни женщины воспитывают, или бабушки на воспитании. Родители сейчас много времени уделяют там подзаработать, да, надо, чтобы семью кормить. И в этот момент вот такие подростки, они могут... Как-то неубедительно. Ну, у меня возникла пара вопросов к Оксане Вячеславне, Собиной, Оксана Вячеславна психолог, но мы сначала ответим на телефонный звоночек. 376-4588, дозванивайтесь. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Сейчас очень важные слова, мне кажется, были произнесены, что более всего важна ответственность родителей за воспитание своих детей. Я могу это судить по нашему двору на ЖБИ, где в ночное время периодически появляются группы несовершеннолетних. И у меня в этой связи вопрос к сотруднику полиции. Планируются ли какие-то инициативы подразделений по делам несовершеннолетних ГУВД в части усиления ответственности родителей за воспитание своих детей? Спасибо за звонок вам, да, хорошего вечера. Прокомментируем? Ну, безусловно, я хотела бы сказать, есть ответственность родителей, как я уже назвала, именно за то, что несовершеннолетние в ночное время находятся в местах, в которых находиться им запрещено. А есть ещё отдельная статья в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Она называется «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». Ну, там, я бы сказала, наказание варьируется, но штрафы по сегодняшним меркам довольно-таки смешные – 500 рублей. Поэтому не боится никто. Так вот, Оксана Вячеславовна, к вам вопрос. Если говорить о самих подростках и вот об этом законе, который мы обсуждаем, ребёнок, подросток, он в каком случае быстрее поймёт, в какой ситуации до него быстрее дойдёт? Когда ему мама, там, папа, да, скажет, так, дома сидеть после 10 вечера, там, на улице не появляться, иначе, там, не знаю, там, у всех меры разные. Или когда ему полицейский пальцем пригрозит, или даже, может быть, в участок это, видишь, заберёт и вызовет родителей туда. В подростковом возрасте что лучше работает? Полиция или родители? Ну, вот… В подростковом возрасте, если хранить теорию… То есть, вот, в определённом возрасте, или вот, как, кнут или пряник, что лучше работает? Тяжело, я не знаю, про кнут или пряник, они как-то всегда в совокупности работают вместе, этот кнут и пряник. Если брать теорию, то для подростков родители становятся не авторитетом, или недостаточно весомым авторитетом. То есть, это особенность, это суть подросткового возраста, что они становятся самостоятельными, а родители, они уже не знают, как надо жить, и подростки знают это лучше. Но, с другой стороны, они вполне охотно взаимодействуют с авторитетными лицами, которые находятся вне семьи. И, может быть, здесь речь-то не о кнуте и не о запугивании, а о том, что это такие правила. И правила для как раз вот особого такого народа, для подростков, они существуют для того, чтобы обезопасить подростков от самих себя или от каких-то ещё других нежелательных лиц. А как быть с пресловутым бунтарством в подростковом возрасте? Вот не вызовет ли, например, комендантский час какого-то обратного эффекта? Вот, если его позиционировать, что это кнут, то тогда вызовет совершенно естественным образом. То есть, если запугивать, то будет ещё более криво сложиться ситуация. А можно не запугивать, а именно, что это сотрудничество с представителями власти. Можно это как-то таким образом преподнести. И если вот родители недостаточно внимательны к вам, подростки, они думают, что вы большие, или махнули на вас рукой, или они чувствуют свою несостоятельность, ну или ещё что-то. И поэтому мы будем взаимодействовать с полицией, с какими-то другими учреждениями, которые взаимодействуют в нормальном режиме с подростками. Лилия Александровна, короткий вопрос к вам. Подростки чаще становятся жертвами преступлений, или чаще сами нарушают закон, вот когда уже дело доходит до правоохранительных органов? Ну, я бы сказала, ситуация примерно одинаковая. Что количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, что в отношении них. Примерно равные пропорции. Тут нельзя сказать, что превалирует какой-то определённый вид преступлений. Ну и комендантский час направлен и на профилактику именно преступлений несовершеннолетних, и, соответственно, на их безопасность. Мы предлагаем нашим телезрителям и гостям в студии посмотреть сюжет, подготовленный нашими корреспондентами. Сюжет о молодых людях, которых нужно не ограждать от насилия, а наоборот, окружающим скорее прятаться от них. Смотрим. Вот уж действительно, любовь слепа. Слёзы женщины проливают, провожая в места не столь отдалённые, без пяти минут убийц. Год назад четверо подсудимых, двоим ещё не было 18-ти, ограбили и пытались заживо сжечь таксиста. Выжившему мужчине и сейчас угрожают расправой друзья нападавших. Таким образом вы их исправляете, чтобы через 15 лет... Выходи из Ялодова. Я его заболю, заболю, поэтому он воплёт. Без неё. Боли его, воплёт. По словам подсудимых, шофёра они собирались лишь ограбить. Ночью компания остановила попутку и попросила водителя отвезти их в лес, якобы на шашлыки. Рулевого это не насторожило, на той поляне часто отдыхают. Но как только прибыли на место, юноши набросились на мужчину и избили его ногами и бутылкой. Чтобы замести следы, нападавшие решили сжечь ещё живого таксиста вместе с машиной. Черкнули зажигалкой и ушли. Это и спасло Александра. Попытался встать, не смог. Дотянулся рукой до ручки двери, открыл, вывалился и пошёл в сторону леса. Несколько раз присаживался, отдыхал, чтобы добраться до жилых домов. Помощь вызывать. Нашли грабителей по горячим следам. Оказалось, и четверо были сильно пьяны. Один из подсудимых и вовсе психически болен. Но эксперты установили, он ведал, что творил. Как следует из заключения судебно-медицинской экспертизы, имеющиеся у подсудимого зимнего заболевания не повлияло на осознание им действий, которые он совершал, и на возможность понимать их общественную опасность. То есть он понимал, что делал? Понимал. Теперь за групповой разбой по предварительному сговору и покушение на убийство старшие подельники проведут в колонии строгого режима 15 лет. Ещё один осуждён на 8 и общей колонии. Младшего отправят на столько же воспитательное учреждение. Столь сурового приговора никто из них не ждал. Защитники уже собираются его оспорить. Ну вот как вы считаете, это вопрос, пожалуй, ко всем нашим гостям. Откуда такая агрессия в подростках берётся? Это среда формирует такое поведение? Или фильмов пересмотрели каких-то таких, ну, откровенно агрессивных? Или потому что вот как раз контроль за детьми ослабленный? С чем это может быть связано? Откуда такие подростки? Я бы, наверное, связала это с тем, что всё-таки это подростковый возраст. И он обусловлен ещё тем, что они объединяются в группы. Потому что сам по себе один несовершеннолетний, он вряд ли пойдёт на такие жестокие или какие-то резонансные преступления. А когда они собираются в стайки, один, два, три человека, там какой-то мотиватор идей появляется. И значит, они вроде слабо-неслабо вместе, как бы разделили между собой ответственность. Но они не думают о том, что совершая преступления в группе лиц, они очищают свою ответственность. И это деяние будет квалифицироваться по более тяжёлой статье. Это действительно так, Оксана Вячеславовна? То есть вот склонность к самовыражению, к самоопределению в группе, например, сверстников? Для подростков, да, характерно. То есть именно это важно в этом возрасте, чтобы быть принятым группой. И поэтому вот эти всякие формирования, вот группировки, они в подростковом возрасте возникают. 30-летние не объединяются в группировке. Ну, и среда тоже. Потому что среда сейчас, интернет, среда, фильмы, они очень агрессивны. Игры, вот сейчас если взять, какие основные такие опасные точки зависимости. Это же игры же тоже, они же агрессию вызывают. Есть игровая зависимость, поэтому среда, она, безусловно, агрессивная у нас. Ну, то есть тут совокупность, да, факторов? Вот, смотрите, у нас вопрос от телезрительницы. Сейчас школьники иногда выглядят старше 30-летних. Бывают ли случаи, когда в ночных клубах находили несовершеннолетних, и клубы из-за этого платили штраф? И мы вот про родителей уже такой вопрос задавали. Бывает, вот проходят какие-то рейды по ночным клубам, например? Безусловно, такие проверки проводятся, и руководители заведения, или лица, которые должны были обеспечивать доступ в это заведение, и удостоверяться в возрасте несовершеннолетнего, то они несут ответственность. Ещё вопрос, такой прямо просит инструкцию выдать. Если на улице нашли несовершеннолетнего ребёнка, ну, там, маленького, немаленького подростка, может быть, и он отказывается говорить имя и адресы, куда его везти, что с ним делать? Если, ну, явно ребёнок, там, не в себе, в алкогольном опьянении, или, там, занимается какими-нибудь непотребствами, что с ним делать? Ну, это будет зависеть от того, в каком состоянии он находится. Если он в состоянии опьянения, то его, безусловно, повезут в учреждение здравоохранения для оказания ему медицинской помощи и освидетельствования. Если он не желает возвращаться домой или не называет адрес своих родителей, он помещается в приют. А если он при этом совершил правонарушение, то он может быть направлен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, поскольку он и личность его не установлена, и не установлена в его межзожительство, и невозможно передать родителям. Вот, смотрите, какой интересный вопрос ещё. Скажите, часто ли бывают случаи, когда сердобольные взрослые, например, учителя, соседи, умалчивают о преступлениях или правонарушениях подростков? Насколько это педагогически верный подход? Бывает ли такое, что умалчивание для подростков только во вред? Например, подростку один раз сошло с рук, а он нужных выводов не сделал? Вот здесь, наверное, первая часть вопроса к вам, Лилия Александровна, а вторая уже скорее к вам, Аксана Вячеславовна. Ну, случаи такие выявляются. Мы будем говорить о том, что да, выявляется факт о том, что это было совершено, и об этом органы внутренних дел узнали уже из своих источников. Такие ситуации случаются. Но я бы сказала, что это не правило, а скорее всего, больше исключений из правил. И, конечно, отсутствие должного воспитательного эффекта, оно порождает безнаказанность и вольное поведение. Оксана Вячеславовна? Ну, конечно, да, если было совершено какое-то действие и не было результата как такового, то есть просто никак не среагировали, среда не ответила на поведение, то человек снова совершит аналогичное, то есть и проверить, как будет реагировать среда в следующий раз. И мы в школе даже, вот я был родительский комитет класса и школа, мы в школе на такие вещи реагировали, потому что один раз не заметишь, обязательно повтор будет. Но тут же возникает вопрос, у нас есть правила, по которым мы живём, и человек правила нарушает, мы закрываем на это глаза. То есть, естественно, он будет продолжать нарушать правила, а он подумает, что правила – это ерунда. Ну, то есть вот о правилах это вообще в школьном возрасте речь идёт. И достаточно желательно в таком возрасте реагировать, ну, так, твёрдо очень. Подростки чётко следуют правилам в этих группировках, есть конкретные правила, их нельзя нарушать, и они не нарушают. Потому что они приняли, если кто-то нарушил внутри группировки правил, он получит. Причём, ну, серьёзно получит. А почему тогда взрослые реагируют так, что нарушают правила, а мы не замечаем? Это какой-то возраст такой, бунтари подростки. Нет, бунтари подростки есть правила, есть правила, которые, ну да, как-то можно обойти, а есть такие, которые нельзя нарушать никогда. Хорошо. У нас вот ещё один вопрос, вернее, такой комментарий от нашего телезрителя, как быть в такой ситуации и что делать. Дожуйте просто, прямо цитирую. Начните, уважаемые родители и педагоги, сами жить так, какими хотели бы видеть своих детей. Всё начинается с личного примера, проверено на себе с точки зрения выросшего на правильном примере родителей и хорошей пилюли против жестокости в виде непростой школьной жизни. Ну, вот по-прежнему работает, собственный пример? Мало, наверное, да. Нет, мало. Вы родители, потому что... Мало, наверное, хороших примеров. Достаточно ли только комендантского часа для... Сейчас, если посчитать по времени, сколько родителей проводит с ребёнком. Вот он уходит в 9 часов там на работу и в 9 приходит, посидели, чай попили и спать пошли. Ну, где есть личный пример? У него личный пример у родителя на работе с ребёнком, мало личный пример. Поэтому, как бы, вот эта система, она сейчас слабо работает. Вот есть комментарии по этому поводу тоже, да, что надо больше уделять времени семье, потому что матери не успевают за детьми присматривать, заниматься на трёх работах. Родители работают, дети по дворам. А какой выход? Это, конечно, риторический вопрос отчасти. Но комендантского часа достаточно. Вот сколько нам нужно времени подождать, Лилия Александровна, чтобы можно было уже, ну, какие-то результаты увидеть, да, и констатировать, что да, это работает, комендантский час себя там оправдывает, например. А вот год бы не работал, вы сказали, на сколько повысилась преступность? На 24 процента. Ну вот смотрите, как работает комендантский час. А это учитывая то, что половина заявок не учитывается у нас. Ну, такая статистика наша. Это значит, 50 процентов... Да, но при этом количество преступников не увеличилось, количество осталось то же самое. Рецидивов количество увеличилось. Вот что интересно. То есть количество рецидивов, и причина может быть какая-то ещё другая. А вот как раз причина в том, что они не получают своевременную адекватную меру ответственности за свой поступок. То есть у нас есть определённые сроки производства предварительного средства дознания. То есть в этот период до решения суда фактически человек считается невиновным, пока его вина не доказана. И он в этот период, пока ещё есть такая возможность, он, значит, совершает аналогичные преступления, потому что вовремя их не пресекли. И сейчас очень по всей России такая тенденция о том, что к несовершеннолетним всё-таки применяются более, такие, как сказать, мягкие меры. Да, ювенальная юстиция вы все видели. Очень редкие случаи, когда за совершение преступлений несовершеннолетних принимают меру в виде заключения под стражу. Это при совершении только особо тяжких преступлений, вот как мы, к примеру, видели. Давайте тогда мы вот чем закончим наше обсуждение. Вопрос к вам, Лилия Александровна, чтобы наши родители, кто из наших телезрителей является родителем, услышали. Комендантский час предусматривает, что у нас там по административной линии, что у нас по линии правоохранительных органов, что предусматривает, какое наказание и для кого, так вот, чтобы в голове осталось. Комендантский час предусматривает административную ответственность для родителей, предусматривает ответственность для должностных лиц, которые проводят мероприятия с участием детей. Это различные... Предусматривает владельцы ночных клубов, например. ...туристические походы, когда мы берём куда-то на экскурсии, то есть должен руководитель группы, который, значит, набрал её и идёт на экскурсию, он должен вернуться к определённому времени. И, конечно, ответственность для юридических и должностных лиц – это те заведения, в которых не должны находиться несовершеннолетние. Сразу оговорюсь, что в любое время суток запрещено находиться в алкомаркетах и помещениях, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции. Если даже в названии есть, что это пивной бар или алкомаркет, или там сеть магазинов, реализующие спиртные напитки, то с утра до вечера и до поздней ночи вход туда несовершеннолетний. То есть даже с родителями после наступления комендантского часа нельзя находиться подростком? Туда несовершеннолетним вход запрещен. За это несут ответственность руководители этих учреждений. То есть сами руководители магазинов и этих заведений должны за этим следить. И вторая категория магазинов – это которые предназначены для реализации товаров только сексуального назначения. Таких у нас, к счастью, немного. В общем, много. Взрослые магазины. Взрослые, да, магазины для взрослых. Да, да, да. Вот. Это запрещено в любое время суток. Остальные заведения касаются ночного времени. Зимнее время – это с 10 вечера до 6 утра. Я напомню, что мы в течение нашего обсуждения проводили опрос среди телезрителей. Спрашивали, поможет ли комендантский час снизить подростковую преступность. Давайте посмотрим результаты. Добавьте. Добавить. Вот этот закон о комендантском части надо сейчас уже усиливать. Вот посмотрите, для того, чтобы рецидивов не было, надо уже предусматривать следующий вид законодательного регулирования. Какое-то административное наказание для тех, кто совсем не реагирует. Там 3-4 или 2-3 привода. Все должно быть более ужесточение. То есть на этот закон надо уже накладывать дополнительно. Так про лоббируйте, вы же председатель городского родительского комитета. Ну вот по результатам голосования у нас все-таки подавляющее большинство телезрителей считают, что комендантский час не поможет снизить подростковую преступность, потому что преступникам априори плевать на законы и ограничения. Ну и еще раз, самое последнее. Во сколько у нас наступает комендантский час? На 6 вечера. 22.00. Да, поэтому с наступлением 10 часов вечера проверьте, где ваши дети находятся.